Итак, сверхдуша находится в сердце каждого живого существа. Мы учимся слышать голос сердца. Не просто медитация, знаете, воображение. Через практическую деятельность, через служение. Много нельзя придумать, не пытайтесь даже. За пределами ума. Когда он проявляется, ум останавливается, он больше не нужен. Вам не о чем больше беспокоиться. Христос говорит, да вы не можете себе беспокоиться. Вы можете хотя бы на локоть прибавить росту. Вы можете себе добавить разума. Нет? Вы просите у Бога то, то другое, да и хлеб насущный, а птицы не просят, не работают, всё получают. Это говорится о служении Богу, что человек сразу поднимается на духовную платформу, над думом, над разумом, поднимается сразу в просветлённое состояние. Прошлое, настоящее будущее, всё открывается. Вечность перед вами. Вы видите, воспринимаете, вы живёте в Вечности. И дадамибудх йогамтам, я даю разум тому, кто занят служением Богу. Разум приходит сам, как просветление. Стоит он для Бога что-то сделать, вы начинаете видеть то, что вы раньше никогда не видели. Разве можно Солнце найти при помощи фонарей? Ночью Солнца нет, найдите, включите фонарь. Оно само покажет, оно само даст свет, взлет. Иначе невозможно. И так это должно в нашей жизни проявиться. Бхактямам, Абхиджанати, Бог говорит, только через преданное служение можно понять его. А смысл это сознать? Другого пути не существует. Через Любовь к Богу можно понять вот такой Бог. Потому что преданное служение оно из Любви совершается, не как иначе. Немотивированная деятельность, а карма называется, там нет материальной причины. Духовная Любовь, всё, из Любви и бескорыстно. Ничего взамен человек не желает получить, кроме дальнейшего служения. «Ничего не хочу», — он говорит, ни богатства, ни красивых женщин, ни последователей, ни престижа в обществе. «Я хочу жизнь за жизнью служить тебе». Это Любовь. Это Любовь. Когда мы говорим о Любви, я немножко раскрою ещё один момент, если вы не устали. Устали, нет? Женщины не устают о Любви говорить, я знаю. Нужно было с этого начинать, правда? Но это тоже полезная вещь. Мы поговорим схематично об этом, о Любви. Что это за представление, что за уровни ещё? Вот есть сознание, есть уровни Любви. Пять назовём их. Нет, простите, может быть, даже будет больше. Семь. И первый уровень Любви олицетворяет Кама. Камадев — это образно. Камадев — это бог Любви в Ведах. Или в эквиваленте западном — это Купидон, так скажем. Камадев и его супруга Шачи. Шачи означает… Простите, не Шачи, нет. Рати, что же я говорю. Рати означает привлекательная, соблазнительная женщина. То есть эротический аспект используется. Камадев — это бог Любви, бог похоти, так скажем, материальной Любви, вожделения. И пробуждает эту Каму Рати — эротическая женщина, сексуальная женщина, так сказать. Вот и всё. Это первый тип отношений. На этих отношениях нельзя построить семью. Это такая как бы сжигающая Любовь, вспышка Любви. А потом, когда прогорает, пустое место остаётся, она обычно опустошает сердца людей, разочаровывает, разбивает их сердца. Трагическая Любовь. О ней поют сейчас много, она быстро проходит, она быстро приходит во времена каких-то сезонов, в зонах отдыха, в зонах развлечений очень много встречается, вспышек таких привлечений, люди влюбляются, потом быстро расстаются или оказывается, что они женаты и замужем. То есть вот такая вот вещь происходит, такая вот кутерьма в жизни. Это Камадеф и Ратилисстория. Выше этого есть Индра. Индра — это царь полубогов. Это такой, как сказать, монарх, автократ, так скажем, характер мужчины, автократический он, хозяин. Его нужно слушать, подчиняться ему. И ему нужна женщина шачи, покорная. Жена у него шачи покорная. Вот такое сочетание ещё и с отношением. Он приказывает, она подчиняется. То есть она служанка ему. А он всегда ещё раздражается, ещё чем-то недоволен, дарит её. Вот он такой вот хозяин шачи Индра. Это ещё какая-то невозвышенная любовь, но на этом уже можно построить какие-то долгие отношения. Если на самом деле есть шачи, тогда она сможет жить с Индрой, терпеть его. Но не так, чтобы тут много счастья. А вот выше этого это любовь Ямараджа. Ямарадж и его супруга Ями. Это интересный момент. Это самая сильная чувственная любовь в мире людей. Самая сильная чувственная любовь. Суть в том, что Ямарадж — это божество смерти. Если умирает один, другой жить не сможет. Даже на расстоянии они чувствуют это. Тут же умирают люди. Лебеди, наверное, говорят ещё. Люди плачут, когда слышат о лебедях. Погибает лебедь, и другой складывает крылья, развивается рядом, жить не может. Без пары. Это самая сильная чувственная любовь, как мы читаем из Ромео и Джульетты, пример, или Рената Выбрать след, или, может быть, Анна Каренина до какой-то степени, или в Идиоте. Везде какие-то такие сюжеты подобного рода. Люди наблюдают, что есть такая сила огромная, которая связывает людей. Навечно как бы они не могут. Это человеческий мир отношений. Всё, что мы в опыте знаем, вот эти вещи. Над этим есть мир выше Любви. Это уровень Брахма. Брахма. Брахма — это творец Вселенной. И супруга его Сара Свати. Сара Свати. Брахма — это творец, творческая. В мужчине ещё есть творец. Видите, в каждом мужчине есть творец, Ямарадж, Индра, Камадев. Это мужская сторона. И в каждой женщине есть Рати, Шачи, Ями, Сара Свати. Сара Свати — богиня Знания. Тонкими Знаниями женщина пробуждает творческий потенциал мужчины. Это возможно. Вдохновляющая сила. Творческий союз. Не знаю, какие бытовые примеры. Может быть, Салюр Гордали, Гала, например, можно там… Есть муза, да, у Пушкина муза была, пишет, вдохновляется от женщины, видя её как глазами такими творческими. И она обладает тонкими Знаниями. У женщины более тонкая природа в девять раз превосходит мужчину по могуществу проникновения. И мужчина вдохновение черпает именно от женщины вдохновляющая сила. Чем вдохновляющая женщина, тем сильнее мужчина. Поэтому на Востоке говорят, что все победы мужчины — это заслуга женщины. Так же, что женщина вдохновляющая сила. Это Брама и Сара Свати. Но это Любовь платоническая. Потому что Брама, как Творец, не нуждается в жене для потомства. Он творит из собственного тела. Платоническая Любовь, она глубже, чем эти все другие формы. Выше этого Любовь Шивы, Шива и Парвати. Это уже как бы духовный уровень здесь начинается. Шивы и Парвати — это вечные супруги. Партнёры никогда не меняются. Даже в следующей жизни находят друг друга и соединяются. Не ищут партнёра себя. Уже существуют. У каждого из нас есть такая пара, но на этом уровне. На других уровнях этого не бывает. Уже в другой жизни будет другой партнёр. Если вы достигаете сознания этого уровня, ваш партнёр становится вечным. Нет необходимости искать, менять и так далее. Как выйти замуж, где жениться, на коме, что? Нет такого вопроса вообще. Это два духовных учителя в равной степени, которые могут давать настворение друг другу. Парвати листвует всю мощь материальной энергии. А Шива называется Всеблагой, покровитель её. То есть женщина правит этим мироматериальным, говорит Савилов. Она хозяйка этой крепости. Выше этого есть отношение Вишну и Лакшми. Вишну — это уже верховная Личность Бога. Вишну — высшень старославянский. Вот это слово «всевышний». Всевышний. Над всеми — высший. Вишну так значит «всепроникающий», «вездесущий». Поддерживающий. Вот это высшая роль мужчины. Поддерживать умеет. Защищать и поддерживать. И всё, что он имеет, а он всё имеет, абсолютно всё, отдаёт Лакшми, потому что отречён от всего этого, самобыстаточен, не нуждается в ничём. Это высшая щедрость. Это мужское качество. Щедрость — это мужское качество. Качество женщины — обладание. Но она это занимается в служении Вишну. Она тоже, на самом деле, отречина от всего этого. Таким образом, мы приобретаем всё, что приобретаем для служения, для развития любви. Любовь развивается давать дары, принимать дары, угощать освечённой пищей, принимать пищу, делиться с Акрымом, выслушивать с доверием. Это обмен. Всё, что мы зарабатываем, в любовном обмене используется. Это любовь Вишну и Лакшми. Всё отдаётся жене. Муж 50% своей кармы благочестивой, когда жениться, даёт жене. Она становится сильнее в браке, а он слабее. Но она эти 50% займёт в служении Ему, напоминай ему о высшей цели и вдохновляет достичь этой цели. Так этот союз становится сильным, мощным. И высшая ипоставь любви, седьмая, алиствует Кришна. Кришна и Радха. Говорят мудрецы, что это имя лучше не произносить вслух обычным языком. Никакой язык не достоин произнести это имя, говорится. Это самое чистое имя в творении. Кришна означает «всепривлекающий». Радха означает, эквивалент сложно перевести, но примерный эквивалент такой, чистое, беспримесное, бескорыстное, непрерывное, преданное служение. Это алиствует это имя, Радха. Самое благоприятное имя во всех мирах. Это супруга Бога, получается. А Кришна означает «всепривлекающий». Вот эта Любовь вечна, и в ней сочетаются все другие ипостаси в чистом виде, не в возвращенном виде, а в чистом виде. Остальные, они как бы отражаются от неё. Это источник всего, источник всех этих таттв, этих уровней. Мы с вами люди, мы вот в этих трёх областях имеем какой-то опыт. Остальное надаётся на слух, извед. На что мы должны медитировать? Ум куда направился? Вот на эту самую возвышенную и чистую Любовь. И наша жизнь становится автоматически сгармонизированной. Мы же не знаем, что расплетение этой жизни очень сложное. Нам нужно просто уходить в правильный путь, и мы пройдём этот путь, каким бы он сложным ни был. Если есть навигатор, мы достигаем цели. Если нет навигатора, в этом лабиринте мы не выберемся. Это не по силам никому. Ну вот, пока в двух словах мы поговорили об уровнях сознания, коснулись с темой Любви. Субтитры создавал DimaTorzok